В Новороссийской епархии продолжает развиваться добровольческое движение сестер милосердия. Волонтеры посещают больницы, окормляют пожилых людей и инвалидов. В храме при Первой городской больнице города Героя Новороссийска состоялся молебен для добровольцев. Храм на территории Первой городской больницы в честь Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой был освящен чуть меньше года назад. Здесь ведет свою работу служба милосердия Благостани. Возведение храма при самой большой клинической больнице города стало необходимостью. Сегодня здесь совершаются богослужения, а пациенты и медицинский персонал находят ответы на духовные вопросы. Сестры нас седли нас собрались три года назад, Божьей милостью. Первая горбольница, нужна была помощь ребенку. И потихоньку дали клич по всем храмам, по прихожанам. Потихонечку набрали людей, которые желают добровольно послужить Богу. На самом деле это служение очень трудное, заключается оно в проповеди, но в проповеди делом. Наши сестры не ходят, не предлагают никакие брошюрки. Конечно же вопросы, если духовные люди спрашивают, они отвечают. Но очень коротко и все-таки направляют людей в храм. А в целом они несут огромный труд санитарок, можно так сказать. За несколько лет работы сестер милосердия ряды волонтеров пополнились новыми добровольцами. Женщины и девушки ежедневно несут свое служение в отделениях больницы. Помогают тем, кто остался наедине со своей болезнью. По-разному приходят. Кто-то через боль какую-то, через потерю. Кто-то потому что сердце горит и хочется сделать, воплотить в своей жизни заветы Бога. Помочь ближнему. Это самое основное, наверное. Через сестер милосердия люди получают самое важное – любовь и заботу. Многие приходят к вере благодаря чуткому служению в сестер милосердия. Люди на больничной койке иногда приходят к крещению. То есть мы крестим людей, батюшка, отец Роман, настоятель нашего храма и руководитель нашего сестричества, крестят людей в больнице, которые тоже именно в таких обстоятельствах их приводят к совершению таинства крещения. Это очень ответственно и это очень радостно, потому что такое служение Богу, вот именно приводя людей к храму, приводя людей к таинству, помогая батюшке в этом. Ну вот, такие вот обязанности, они, конечно, несут радость не только людям, они в первую очередь несут радость нам. Анастасия Локтеонова, Михаил Белов, пресс-служба Новороссийской епархии.